Знаешь, сейчас вот только пришла мысль, мы целый день ходили, допустим, по местам, но не по тем местам, которые там, допустим, хотелось ходить, душа там просила, вот, но не заходили в церковь. С чем это связано? Ну, во-первых, мы с тобой ходили не по церквям, почему? Потому что, ну смотри, я уже сколько раз говорил, церковь это ретранслятор энергии. С чем ты в церковь придешь, она просто это увеличит. Люди, приходящие в церковь плакать, когда плачут в церкви, они потом больше плачут в церкви. Когда приходят благодарить, они больше благодарят. Приходят просить, больше будут просить. Никто даже не задумался, не проводил параллель, что церковь просто усиливает то, с чем ты пришел. К сожалению, людей чаще всего обманывают. Обманывают, почему? Потому что говорят, проси, услышан будешь, проси, проси. И если провести такую аналогию, параллель, то получается, вот посмотрите, люди, которые приходят в церковь постоянно просить, они все, они, знаете, как белка в колесе. Они прыгают, бегают по этому колесу, бегают и не могут понять, почему они все больше и больше просят. Больше и больше просят, а им ничего не дается, получается. А те, которые плачкали там со слезами на глазах, они потом начинают рыдать. Я не хулю церковь. В церковь тоже надо правильно понимать, как это ретранслятор. Ретранслятор той энергии, с которой вы туда пришли. Мы находимся сегодня на Кипре. Тут немножко другая энергетика, другие церкви. Здесь греки, мы на южном. Вообще Кипр делится и не на две части. Вот все его делят на две части. Это неправильно. Делите Кипр на три части. Я вам объясню, почему. Потому что одна турецкая, которая не признана никаким государством. И вторая вроде как греческая, все нормально. Но в основном все знают туристический Кипр. Именно туристический Кипр. А мы с тобой уехали куда? Мы уехали в самую глубину Кипра. Там, где еле-еле малолитражкой ты проезжал. Там, где приходилось по 15 километров. Ну, не 15, честно сказать. Ну, сколько мы тогда? Где-то километра почти три задом вставали. Потому что не было места, где развернуться. Мы проехали с тобой по всем серпантинам. Понимаешь, мы проехали по высоким горам. И были на горе Алим. Были другие горы. Те, которые, кстати, не закрыты были крестами. Мы посетили те пещеры, там, где никто не лазит. Мы посетили заброшенный отель с привидениями. Мы и там, и везде отработали. Какой нам смысл идти в церковь? На Кипре мы остаемся на Пасху. Я не буду говорить сейчас, это уже избитая тема, происхождение этого праздника, название этого праздника и так далее и тому подобное. Многие могут задать вопрос, почему, как бы, я вот так критикую христианство, а сам остаюсь на Пасху на Кипре. Ребята, по одной простой причине, потому что другая будет энергетика. Другая, понимаете, будет намолена греками энергетика. Человек не может накапливать эту энергетику, понимаете. Если человек будет накапливать энергетику, его разорвет. Человек должен, вернее, маг должен принимать эту энергетику, пропускать через себя и, как говорится, быть гурманом этой энергетики. Понимать, какая энергетика, какое-то здание такое интересное, какая энергетика, допустим, у того или другого заказчика. Для того, чтобы считывать разного уровня энергетику, надо в ней разбираться. Как можно разбираться, допустим, в мюслях, если ты их никогда не ел? Как можно в омарах разбираться, если ты никогда не пробовал? Как можно говорить о той или другой энергетике, если сидишь, блин, на восьмом или на десятом этаже в каком-то мегаполисе и хрен когда куда-то выезжаешь? Как можно об этом говорить? Сегодня мы не ездим по церквям, потому что это бестолковое занятие. Мало того, челопитную я не бью нигде. Если я хожу в церковь, а я хожу туда, потому что это ретранслятор, то я иду и выполняю определенную работу. Заметь, не хулю, не бью иконы, не переворачиваю свечи. А я просто знаю, как можно воспользоваться этой энергетикой. Поэтому я и хожу туда, и ее пользоваться. Сегодня это бестолковое занятие, мы подождем Пасху. Мы проехали кучу церквей, тут этих церквей тоже как грибов. Их везде полно. А тут церкви отличаются. Они тут закрытые, они такие все ухоженные, закрытые. И приходы совершенно разные. А мы пойдем на Пасху собирать именно, чтобы воспользоваться этой энергией. Для того, чтобы сделать замолы и для того, чтобы чего-то достигать. Понимаешь? Для того, чтобы это можно было просто использовать. А некоторые просто собирают и не знают, как этим пользоваться. Что с этим делать. Поэтому мы не ходили сегодня по церквям. Мы посетили сегодня что? Пещеру. Правильно? Мы посетили сегодня... Короче, мы посетили места, там, где никто не бывал. Я буду делать видео про Кипр. Я покажу, на каких горах мы были. А я покажу, в какой пещере мы были. Что мы делали под землей. Что мы делали на самой высокой точке Кипра. А я покажу отель. Вообще хочу про отель сделать отдельный выпуск. Понимаешь, мне будет что рассказать. Мне будет разный образ собрать. Ну, по пути, естественно, скупался на месте Афродиты. Там, где эта скала Афродиты. Ну, чего бы не скупаться. Тем более, сегодня чистый четверг. Утром я скупался под водопадом. Набрался энергии и силы. А после обеда я скупался возле скалы Афродиты. Потому что мы объездили весь Кипр. А завтра мы еще поедем с тобой в Турецкий Кипр. В Турецкий. Понимаешь? Я выполнил на Кибрид заказ. Ну, один большой, один там. Женщина еще просила, я встретился. Дальше я взял машину в аренду. Я езжу, я собираю эту энергетику с разных источников, для того, чтобы разбираться в ней и понимать, какая энергетика, для того, чтобы ее прочувствовать, как говорится, по запаху даже чувствовать. Вот для чего я езжу по странам и собираю разного уровня энергии. Надеюсь, полностью уже осветил этот вопрос. Продолжение следует...